Область знаний Лекция на радио «Звезда» Археоботаника Северного Кавказа Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии Иран, Алексей Сергеев Область знаний Сегодня у нас тема археоботанические исследования на Северном Кавказе Тема, которая, наверное, вряд ли где-то до этого сильно освещалась или очень вскользь Ну, Северный Кавказ – такой уникальный регион на территории нашей страны Сегодня мы его знаем, в первую очередь, наверное, за счет его курортов, за счет горнолыжных баз, за счет минеральных источников Люди ездят туда отдыхать, лечиться, ходить по горам в походы И так далее Природа Кавказа уникальна, красивейшие горы, богатое разнообразие животного и растительного мира На Кавказе в советские годы был создан биосферный заповедник То есть слово «биосферный» означает, что это место настолько уникальное на Земле, что его нужно сохранять не как наследие одной страны, а как наследие всего земного шара Очень много эндемичных видов, которые растут только на Кавказе и больше нигде в мире Богатое культурное наследие, потому что Кавказ — это уникальный этнографический регион, такого в мире больше нигде нет По разным оценкам можно считать, что на Кавказе живет от 50 до 100 разных народов Языки тоже уникальные, которые принадлежат только к этим языковым группам Часть этих народов имеют корни в очень глубокой древности, то есть их предки жили с очень давних времен на протяжении тысячелетий Часть населения пришла уже в какие-то исторически фиксируемые эпохи и тоже влилась сюда в население Северного Кавказа Что-то принесли свое, но на самом деле скорее больше растворились в местной культуре и среде Хозяйство, которое вели народы гор, предгорий, предгорных равнин, оно на самом деле очень разное У нас сегодня, конечно, жители Северного Кавказа ассоциируются больше со скотоводством То есть нам кажется, что это люди, которые пасут мелкий рогатый скот или лошадей, или коров Кажется, что это у них такой устоявшийся какой-то их отличительный хозяйственный признак, то есть тип хозяйства Конечно, скотоводство всегда занимало важную роль в жизни населения Северного Кавказа Но даже этнографические источники XIX века, когда ученые действительно смогли уже попасть в горные ущелья, недоступные до этого регионы Осталось довольно много описаний того, что горцы занимаются в условиях жесткой нехватки площадей, земельных угодий Они вовсю занимаются выращиванием зерновых и бобовых культур И у каждого народа это происходит по-разному, то есть каждый фокусируется на чем-то своем Это состояние, в котором этнографическая наука застала кавказские народы, на самом деле это тоже, ну скажем так, состояние уже последних столетий Как все развивалось до этого, нам может дать ответ археология, археологические исследования Потому что, честно говоря, письменных источников для Северного Кавказа не так много Не считая поздних путешественников, там начиная с XVII века, которые ездили Ну есть, конечно, закавказские всякие хроники, там армянские, грузинские, византийские источники Но многие из этих авторов тоже с трудом представляли себе жителей центральной или восточной части Северного Кавказа Письменные источники сравнительно мало нам говорят о том, как это было даже в Средневековье, не говоря уже о более отдаленных эпохах Археоботаника Северного Кавказа Область знаний Археологические раскопки на Северном Кавказе последние годы, ну на самом деле с советских времен были находки и зерна Они фиксировались, они как-то передавались на исследования Но это были все случайные находки, то есть специально поиском никто не занимался Опять же, может быть, было какое-то такое убеждение, что здесь как-то никогда не было особо глубоких традиций земледелия И чего тут искать, зачем этим заниматься Ну, собственно, и методика исследований там до 80-х, 90-х годов, она еще была другая Она не подразумевала какой-то намеренный поиск каких-то экофактов, связанных с людьми Начиная с 20-х годов, 20-го века исследования, это, конечно, все случайные находки Их какое-то количество накоплено, о них мы и поговорим Памятником, который долгие годы претендовал на самое раннее земледелие на Северном Кавказе Неолитическая стоянка Чох в горном Дагестане Она активно исследовалась там в 70-е и 80-е годы И в слоях, которые датировали 7-6 тысячелетиям до нашей эры Ну, нашли какое-то количество зерна, передали его на исследование Там обнаружили 4 вида зерновых растений, 2 вида пленчатых пшениц, двузернянку, однозернянку, мягкую пшеницу и ячмень Но в последующие годы, и особенно в последние датировка, Чохской стоянки сильно пересматривается в сторону омоложения Безусловно, она останется одной из самых древних на Северном Кавказе с находками зерна Но куда она уйдет, покажут результаты будущих исследований Если брать другие части Северного Кавказа, вот западную часть, например У нас есть несколько памятников эпохи неолита и ранней бронзы Это памятники рубежа 5-4 тысячелетия до нашей эры Таких памятников немного, но они есть Это переход от энеолита к майкопской культуре, яркому представителю раннего бронзового века Мы имеем несколько поселений, с которых у нас есть зерновые находки Несколько поселений на территории республики Адыгея Это стоянка Мешока в горах и еще несколько, буквально одно-два поселения на равнине Памятники из района Новороссийска-Масхака Причем из района Масхака у нас есть радиоуглеродная дата этих зерен То есть мы точно знаем, что это не какие-то поздние интрузивы, что это не перемешанный слой Там действительно есть зерно 4-го тысячелетия до нашей эры На остальных памятниках датировка исключительно по археологическому материалу Еще есть одно поселение, которое тоже исследовалось в последние годы Совместными усилиями немецких и ставропольских археологов Это поселение Комсомолец в районе города Новопаловска-Ставропольского края Там как раз уже были находки не случайные Там отбирались именно почвенные пробы, чтобы искать зерно, и оно там есть И это тоже находки первой половины 4-го тысячелетия То есть вот круг памятников, которые претендуют на самые ранние находки зерна на Северном Кавказе Было ли это местным земледелием или это привозное зерно, чего нельзя исключать? Тут понять нельзя пока, потому что современная археология, наука сложная Она требует совершенно разной продуманной системы доказательств И находки только зерна, они не свидетельствуют о том, что его выращивали здесь Там, где зерно выращивали, его должны были обрабатывать, обмолачивать урожай, очищать То есть мы в слоях будем находить так или иначе отходы этой очистки Солому, мекину, семена сорняков и так далее То есть если этого нет, то говорить о наличии местного земледелия преждевременно Итак, мы фиксируем самое раннее зерно на Северном Кавказе Рубеж 5-4 тысячелетия, первая половина 4-го тысячелетия до н.э. Было ли это местное земледелие, это покажут будущие исследования Когда мы можем говорить именно о земледелии на Кавказе Уже с 3-го, 2-го тысячелетия до н.э. наверняка Для Восточного Кавказа, территории Республики Дагестан У нас таких свидетельств довольно много Ещё с советских раскопок Там проникает такая довольно яркая культура Которая называется Куроракская культура из Закавказья А в Закавказье она уже отчётливо земледельческая в предыдущей эпохе И на территорию современного Дагестана она приносит земледелие Интересно, что набор культур основной стабилен То есть мы находим тот же основной набор злаков Два вида плёнчатых пшениц, мягкую пшеницу и ячмень И сюда ещё добавляется техническая культура лён Говорить о соотношениях сложно Потому что, опять же, в советские годы Никто специально никакие почвенные пробы не отбирал Увидели сгоревшее зерно Какой конкретно, какого года пожар случился Что сгорело, то и нашли То есть какие-то соотношения строить сложно Но, по крайней мере, этот факт мы фиксируем Находки есть из нескольких памятников То есть это с десяток, наверное, наберётся В 90-е годы совместная российско-американская экспедиция Раскапывала комплекс поселений в районе села Великент Тоже третьего-второго тысячелетия К сожалению, эти данные до сих пор по разным причинам не опубликованы Но набор культур там примерно тот же И плюс там ещё есть культурный виноград Куроракцы принесли, наверное, первые Вот пока из того, что мы знаем На Северный Кавказ виноградарство Археоботаника Северного Кавказа Область знаний Ещё такой интересный памятник Один есть тоже этой же эпохи Третьего-второго тысячелетия До нашей эры На Центральном Кавказе В горах Северной Осетии Где-то в 2007 году Там были работы по постройке Зарамакской ГЭС Перед этим все эти площади Раскапывались, исследовались археологами Там было исследовано поселение Которое называется Четгом Третьего-второго тысячелетия И вот оттуда специально отбирались образцы И набор культур показал очень близкий К вот этим ранним дагестанским Земледельческим памятникам Тоже три вида пшениц Ячмень Уже мы находим здесь первое На Северном Кавказе Проса При этом здесь мы находим И остатки обмолота От пшеницы, от ячменей Это доказательство, что жители Этого селения Оно находится на высоте Где-то там 1800 метров над уровнем моря Это такая горная котловина Уже рядом с главным Кавказским хребтом Южный склон, что важно То есть, скорее всего, они вот эту Южную прогреваемую сторону Использовали для каких-то Небольших земельных наделов Выращивали, значит, вот эти вот злаки И, что интересно, здесь еще Есть находки сорно-полевой ржи Рожь еще не является Культурным растением в это время Здесь надо сделать отступление И сказать, что рожь, она развилась Как засоритель Вавилов называл это вторичными Культурами Рожь и овес, да Они сначала существовали В полях древних земледельцев Как сорняки А потом по каким-то причинам Вытеснили основные злаки С поля И сформировались В самостоятельные культуры И интересно, что на территории Северной Осетии Сам Николай Иванович Вавилов В 30-е годы, когда работал В Дегорском ущелье Он находил Именно местный вид ржи Он ее считал возможным предшественником Для культурной ржи То есть он видел здесь все Вот, ну, набор всех предпосылок Для выхода ржи в культуру Было не очень понятно Когда это произошло И вообще чуть ли не с неолита считали Вот Но просто культура, которая появилась В Китае Его путь уже довольно хорошо Прослеживается С востока на запад В Европу И был очень большой проект Опубликованы материалы Французы Они собирали находки зерен Проса С территории Грузии Армении В том числе Северного Кавказа И датировали их напрямую Прямым радиокарбонным методом Так называемое МС-датирование Для территории Закавказья У нас сегодня Самые ранние находки Проса Это первые века Второго тысячелетия до нашей эры Для Северного Кавказа Это примерно середина Второго тысячелетия до нашей эры И середина второго тысячелетия до нашей эры Это начало возникновения Такой очень яркой Археологической культуры Которая называется Кабанская археологическая культура Это были древние металлурги Бронзолитейщики Очень много от себя оставили Красивых, орнаментальных Очень ярко оформленных Металлических изделий Они были прекрасными гончарами Но помимо этого Они были еще на самом деле Естественно скотоводами И они были еще и земледельцами В окрестностях города Кисловодска В Кисловодской котловине Много лет работала экспедиция Дмитрия Сергеевича Коробова И вместе с почвоведом Александром Борисовым Они исследовали древние террасы То есть там прямо в рельефе Выражены высоченные террасы Часть из них оказалась Именно кабанского времени Второго-первого тысячелетия до нашей эры Это был прям такой земледельческий регион То есть сама культура она распространена По всему Северному Кавказу Ну по центральной части От восточной Чечни До запада Карачаева-Черкесии И с выходом естественно на равнину Люди этой общности Они занимали очень разные Природные локусы И соответственно Видимо в связи с этим Они и занимались Разными типами хозяйственной деятельности Возможно была какая-то специализация То есть кто-то только занимался металлом Кто-то пас скотину Кто-то выращивал растения Причем на разных высотах Скорее всего это было Разный немножко состав культур Но вот в районе Кисловодской котловины Это такие среднегорья На высотах от тысячи до полутора тысяч метров Они занимались земледелием На этих террасах Ну набор культур здесь очень похож На предшествующую эпоху Только еще добавилось спроса Археоботаника Северного Кавказа Область знаний В более позднюю эпоху пришли Ну так называемая Аланская эпоха Уже с рубежа эр То есть поменялась культура Но местное население осталось Видимо какая-то преемственность сохранилась В общем-то По-прежнему основанный На возделывании ячменя пшениц В первую очередь Пленчатых пшениц Спроса стало значить меньшее значение Для жителей гор То есть оно ушло куда-то Видимо на степные участки Но зато здесь появились Две новых культуры Это рожь Которая была введена Где-то вот примерно Две тысячи лет назад И мы культурную рожь Уже фиксируем с этого времени И видимо появляется Еще и культурный овес До монгольского нашествия Больше тысячи лет Это яркая земледельческая культура У нас есть исследования Уже не только из окрестностей Кисловодска Но и из Северной Осетии Несколько памятников То есть мы видим, что Действительно земледелием Занимались люди Жившие в оландское время На обширной территории В разных климатических И почвенно-климатических условиях И у них разный набор культур То есть связанный Видимо еще и с каким-то выбором С какими-то традициями выращивания То есть просто потому что К этому времени уже в принципе Все основные злаки Они были известны Они были введены в культуру Они были известны Но мы видим, что там набор У алан, например, не очень Они, например, отказываются От каких-то видов пшениц Но превалируют другие И с чем это связано? Ну, скорее всего Пока можно предполагать Что это какие-то культурные особенности Каждого микрорегиона Да, там каких-то отдельных Ну, долин, ущелей и так далее Конечно, монгольское нашествие Наносит сокрушительный удар По всем этим обществам Выжившее население было Ну, либо уведено в плен Либо вытеснено в горы Где какую-то земледельческую активность Они сохранили Не везде одинаково, но везде И, в принципе, уже вот В 18-19 веке Первые этнографы Вот эту ситуацию, видимо, и застают Что было вот эти вот там Примерно 500 лет Между монголами и 19 веком Для нас, конечно, белое пятно Хоть это уже и такое развитое Позднее средневековье и новое время Но источников мало И мы про это знаем еще меньше На самом деле, чем про эпоху там бронзы Железного века или раннего средневековья Но я думаю, что исследования продолжаются На Северном Кавказе Все это будет сопровождаться Пробоотбором И мы будем узнавать какие-то новые данные Как-то их обобщать Или даже, наоборот, интереснее Даже их более детализировать По каким-то отдельным маленьким местностям Памятникам и так далее То есть здесь перспектив для исследований И для археологии очень много И для археоботаники еще больше Вызовов Потому что регион очень интересный Уникальный И с точки зрения мирового земледелия Поэтому все эти работы, конечно, в будущем будут продолжаться Будущим поколениям ученым точно будет Чем заняться здесь Рассказывал археоботаник Младший научный сотрудник Института археологии Иран Алексей Сергеев Область знаний Редактор субтитров А.Семкин